Честно сказать, я не знаю, кто это написал, но это настолько здорово сказано, что не убавить, не прибавить. Сын как-то спросил своего отца, как вы жили раньше без доступа к технологиям, без интернета, без компьютеров, без телевизоров, без кондиционеров, без мобильных телефонов? И отец ответил, точно так же, как ваше поколение живет сегодня без молитв, без состраданий, без чести, без уважения, без стыда, без скромности, без чтения книг. Мы, люди, которые родились между 1945 и 1985 годом, являемся благословенными. Наша жизнь — живое тому доказательство. Играя и катаясь на велосипедах, мы никогда не носили шлемов. Мы не боялись одни ходить в школу с первого дня учебы. После школы мы играли до заката. Мы никогда не смотрели телевизор по полдня. Мы играли с настоящими друзьями, а не с друзьями из интернета. Если мы когда-либо испытывали жажду, мы пили водопроводную воду, а не воду в бутылках. Мы мало болели, хотя раньше мы делили один и тот же стакан сока с четырьмя друзьями. Наши родители лечили нас копеечными средствами. Отечественное производство или при помощи народной медицины. Мы никогда не набирали вес, хотя мы ели много хлеба и картошки каждый день. Мы привыкли создавать свои игрушки и играть с ними. Мы делились своими игрушками, книжками. Наши родители не были богаты. Они дарили нам свою любовь, научили нас ценить духовное, а не материальное. Дали нам понятие о настоящих человеческих ценностях, честности, верности, уважении, трудолюбии. У нас никогда не было мобильных телефонов, DVD, PlayStation, Xbox, видеоигр, персональных компьютеров, интернет-чата. Но у нас были настоящие друзья. Мы посещали дом нашего друга без приглашения. Нас угощали простой и скромной едой. Наши воспоминания были на черно-белых фотографиях, но они были яркими, красочными. Мы листали с наслаждением семейные альбомы и хранились благословением портреты наших предков. Мы не отправляли на помойку книги, мы стояли за ними в очередях, и потом за поем их читали. Мы не выносили свою жизнь на чужое обозрение и не обсуждали с таким упоением чужую жизнь, как это делаете вы, выставляя свою жизнь на показ в Инстаграме, обсуждая прилюдно в масс-медиа пространстве свои семейные тайны. Мы уникальны и наиболее понимающие поколения, потому что вы последнее поколение, которое слушало своих родителей. Кроме того, мы первые, кто должен был слушать своих детей. И мы те, кто все еще умнее вас и помогают вам. Мы ограниченные здания. Наслаждайтесь над, учитесь у нас, цените нас, прежде чем мы исчезнем. Субтитры создавал DimaTorzok